Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о такой актуальной проблеме, как воспитание ребенка с этапа его планирования до трех лет. Кто же может воспитывать ребенка? Ну, прежде всего, тот, кто уже воспитан сам. Будущие родители должны понимать, что то, что они себя представляют, будет отражаться на их будущем ребенке. То, как они себя ведут, то, кем они являются, то они дадут своему ребенку. Прежде всего, будущие родители должны быть образованы сами. Они должны быть финансово независимыми. Прежде всего, потому, что в случае развода, либо смерти одного из родителей, один из родителей сможет обеспечить ему достойное будущее. Поэтому должны работать как мать, так и отец будущего ребенка. Хотя в наше время некоторые думают о том, что мать работать не должна. Но, тем не менее, только таким образом можно обезопасить ребенка. Прежде всего, родители должны быть без вредных привычек. Они должны быть морально и духовно развиты. Должны быть образованы. Только в этом случае они личным примером будут растить благополучного и развитого ребенка. Чаще всего в детях бывает нас раздражает некоторые моменты. Бывает, нам не нравится их поведение. Нас начинает это раздражать. И мы должны в этот момент задать себе вопрос, почему именно нас это раздражает? В этот момент нужно вспомнить детство самих родителей. Возможно, их родители запрещали им себя вести тем или иным образом. Поэтому это может проявиться в наших детях. Возможно, бывают такие моменты, что мы каким-то образом поступаем, но при этом этого не замечаем. Либо мы можем каким-то образом поступать, но не давать возможность так поступать ребенку. В этот момент мы, возможно, хотим больше расслабиться, лениться. То есть себе позволяет данное поведение, а ребенку нет. В связи с этим в настоящее время часто растет количество детей агрессивных, гиперактивных, нервных, психически неустойчивых. Почему происходит данная ситуация? Почему в раннем возрасте проявляется эмоциональная нестабильность детей? Все это берет свои корни из перинатальной психологии или психологии внутриутробного развития. То, как проходит беременность у матери, как она себя чувствует, каково ее эмоциональное состояние во время беременности, все это отражается на ребенка. Российский врач-психиатр, психотерапевт Михаил Ефимович Литвак в своей книге «Пять методов воспитания ребенка» отражает такие моменты, как то, что женщина во время беременности должна быть эмоционально стабильна, эмоционально спокойна. Почему? Потому что если она будет раздражительна, она будет испытывать страх, тревогу, будут выделяться определенные гормоны. К примеру, если она испытывает страх, тревогу, выделяется адреналин. Если она испытывает гнев, тогда выделяется норадреналин. И в совокупности получается, что это эмоциональное состояние передается будущему ребенку. Если какая-либо эмоция длится очень длительное время, она переходит в черту характера. Таким образом, эмоциональное состояние женщины во время беременности откладывает отпечаток на то, каким будет ребенок, каким будет его характер. То есть многие не задумываются о том, что первый триместр беременности, вообще весь процесс беременности – это очень важный период формирования будущего ребенка. Особенно первый триместр. Потому что в первом триместре беременности закладывается нервная система ребенка. И многие не знают о том, что уже на втором месяце нервная система начинает функционировать на элементарном уровне, но это уже сформированная нервная система. И на третьем месяце внутриутробного развития у ребенка, у будущего ребенка, уже отмечаются все рефлексы, которые будут проявляться у новорожденного, которые угасают в первые месяцы жизни. Поэтому от того, как чувствует себя мать, насколько она эмоционально стабильна, насколько она спокойна, насколько она хорошо себя чувствует, будет зависеть благополучие будущего ребенка, нервная система, развитие нервной системы ребенка. Очень важно для эмоционального состояния, благополучного эмоционального состояния женщины во время беременности отношение ее мужа к ее состоянию. Многие мужчины не понимают то, что у женщины меняется гормональный фон. В связи с этим нестабильное эмоциональное состояние. Мужчинам нужно читать определенную литературу о том, как протекает беременность, как идет развитие ребенка во время всех стадий внутриутробного развития. Почему женщина так эмоционально нестабильна в этот период? Если муж будет проявлять заботу, беспокойство, будет внимателен к женщине в этот период, то она будет более гармонично себя чувствовать, более эмоционально спокойно. И от этого зависит благополучие будущего ребенка. То есть будущие родители, и прежде всего отец, должен понимать то, как он относится к своей женщине, как он будет оберегать ее, заботиться о ней в этот период. Будет зависеть, насколько спокоен, насколько гармоничен будет развит его ребенок. Оба родители уже должны думать о том, они должны принимать своего будущего ребенка, независимо от того, какой будет у него пол. То есть нельзя, можно хотеть мальчика или девочку, но прежде всего нужно ждать ребенка. Уже непосредственно после того, как на УЗИ выявится пол ребенка, нужно уже идентифицировать его с мальчиком или девочкой. От этого зависит то, как будет чувствовать себя будущий ребенок. Многие родители, бывает, хотят либо мальчика, либо девочку. И когда узнают на УЗИ, что будет ребенок противоположного пола, расстраиваются, переживают. Многие не принимают этот момент. А ребенок это все чувствует, он это все считывает. И поэтому важно уже принимать во внутриутровном периоде, какой пол будущего ребенка. Потому что это напрямую зависит с его самоидентификацией. То есть как он будет себя чувствовать, олицетворять себя с мужчиной или женщиной. То есть ребенок может родиться и чувствовать то, что ждали мальчика, либо девочку. А он противоположного пола от ожидания родителей. И он будет себя идентифицировать по-другому, чувствовать себя по-другому. Многие родители этого не понимают. Хочется поговорить о таком понятии, как бондинг. Бондинг — это в переводе с английского «воссоединение». Когда это имеет место быть? Сейчас после родов женщине сразу выкладывают на живот ребенка. И ребенок чувствует эмоциональную связь, он чувствует спокойствие. То спокойствие, которое проходило во время беременности. То есть во внутриутронном периоде, когда он чувствовал, что он составляет единое целое с матерью, ему было комфортно, ему было спокойно. И после того, как стали сейчас выкладывать ребенка сразу после рождения на живот матери, то есть это состояние спокойности и благополучия переходит сразу после родов. То есть ребенку легче адаптироваться к новой среде после того, как его сразу кладут к матери на живот. Поэтому такое воссоединение очень полезно. Почему? Потому что эта эмоциональная связь, которая создается еще во время беременности, она продолжается уже после родов. И бондинг описывает как интуитивную связь между матерью и ребенком. То, когда таким образом мать лучше чувствует его, понимает все его потребности, в чем он нуждается. То есть даже на тот момент, пока ребенок не разговаривает, мать чувствует, что ему нужно в определенный момент. И если отец присутствует при родах, он включается в этот момент бондинга, особенно если он берет ребенка на руки. Особенно это важно при кесаревом сечении, когда ребенка сразу дают на руки отцу, а врачи занимаются мамой. Поэтому отмечают, что такое воссоединение благополучно влияет на ребенка, и он растет более гармоничной, более спокойной, более адаптивной личностью. Далее можно поговорить о таком процессе, как холдинг. Холдинг — это как продолжение бондинга, но в переводе с английского означает как «удерживание». В чем это проявляется? Это проявляется в том, что мать держит на руках ребенка. Связано это с тактильными ощущениями, когда мать прикасается к ребенку, гладит его, целует его. Это своего рода успокаивает ребенка. То есть он чувствует себя защищенным, он чувствует, что его любят, о нем заботятся. И тогда ребенок растет более благополучно. То есть все зависит от того, как родители относятся к ребенку. Если он еще чувствует во внутриутробном периоде, что его ждут, его любят, то и он более лучше адаптируется к миру. Растет более гармоничным, более спокойным. Более уверенным в себе. От этого зависит в дальнейшем его самооценка и, возможно, его будущие успехи. Важно воспитание ребенка в первые годы его жизни, особенно в первые три года. А это отмечает современный японский ученый, педагог Масару Ибука. Он говорит, пишет, он описывает в своей книге о том, что после трех уже поздно. Считается то, что мозг ребенка трехлетнего возраста уже развит на 80%. И поэтому он отмечает важность того, что в первые три года жизни особенно важно развивать интеллект ребенка. Родители должны понимать, что это самые главные года, когда можно заниматься ребенком. И от того, насколько успешно будут развивать родители ребенка в первые три года жизни, в дальнейшем будет проходить процесс его обучения, будет проходить успешное развитие ребенка. Прежде всего, в первые три года жизни формируются нейронные связи. Это те связи в головном мозге, которые определяют дальнейшее развитие и обучение ребенка. И если родители не занимались ребенком в первые три года жизни, эти нейронные связи остаются несформированными. И нет базы для дальнейшего воспитания и развития ребенка. То есть этот ребенок будет отставать в развитии. То есть главные года, когда нужно заниматься развитием ребенка, это первые три года жизни. Об этом свидетельствуют и исследования исследования педагогов раннего развития. В том числе Мария Монтессори описывает то, что ум ребенка, интеллект ребенка напрямую связан с мелкой моторикой. Это то, что от того, как координирует ребенок кистью, о том, как развиты пальцы, как он управляет своими пальцами, напрямую влияет на развитие интеллекта ребенка. Поэтому необходимо использовать конструктор. Чем раньше ребенок возьмет карандаш в руки и начнет рисовать, оперировать какими-либо мелкими предметами, тем быстрее он будет развиваться, тем лучше будет развит интеллект ребенка. Будущие родители, и особенно бабушки, дедушки, должны понимать, что с ребенком нужно разговаривать ласково, нежно, но при этом четко и внятно. Ребенок должен сразу слышать грамотную, правильную, четкую речь. Ни в коем случае нельзя допускать использования детской речи, так называемого лепета, или простым языком говоря, сюсюканье. Если ребенок слышит неправильную речь, если родители говорят на детском языке, используют лепет, тогда ребенок в будущем копирует данные речевые навыки, у него не разовьются нормальные речевые навыки, его речь будет отставать в развитии. То есть могут быть проблемы с произношением определенных звуков, иногда он может начать заикаться. То есть если он не слышит пример правильной речи, то у него не будет сформирована его правильная речь. Поэтому родители должны понимать, что от того, как они говорят, что они говорят, будет развитие напрямую интеллекта, в том числе речи ребенка. Поэтому так важно понимать, что будущие родители должны быть воспитаны сами, образованы сами. Если родители планируют в дальнейшем ребенка, они должны прочитать массу литературы по детской психологии, возрастной психологии, психологии раннего развития, педагогике, чтобы разбираться о том, как развивается ребенок, о том, как корректировать его поведение, от того, какими будут родители, насколько они образованы, насколько они благополучны, насколько они морально и духовно развиты, будет зависеть благополучие будущего ребенка. То есть родители, прежде всего, должны быть образованы сами, должны быть образцом и примером для своих будущих детей. И только в этом случае ребенок будет расти гармоничной, развитой, высокоинтеллектуальной, самодостаточной личностью, с высокой самооценкой. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова